115-й ракетный зенитный полк постоянно проводит боевую подготовку. Этот год не исключение. 10 августа в Бресте торжественно проводили военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка на российский полигон «Шулук». Передислокация на российский полигон осуществлялась железнодорожным транспортом вместе с военной и специальной техникой. Ведь расстояние от Бреста до российского полигона внушительное – 2500 километров. Перед брещенными стояли серьезные задачи государственной важности – проинспектировать способность боевых расчетов. А также проверить и испытать зенитный и ракетный комплекс. Первый раз мы совершали марш железнодорожным транспортом на полигон «Шулук». Дальше совершили марш. Местность, соответственно, для нас новая, не такая, как в нашей стране. Ну а дальше уже все делалось по обстановке, настройка техники, совершили боевые пуски. Но основной особенностью этих пусков было то, что пуски совершаются в ночное время. Это для дивизиона новое. Было очень большой промежуток времени. Всю ночь шли пуски. Расчет был очень физический и морально, скажем так, в напряжении. Но со всей задачей справилась. Поэтому, я думаю, что основную задачу мы выполним. После завершения передислокации военнослужащие приступили к подготовке ко второму и самому ответственному этапу – этапу боевой стрельбы на полигоне «Шулук». Военнослужащие приняли технику, подготовили ее к боевому применению. Загрузили боевые ракеты. И вот в небе стало жарко. Грозным воздушным противником для наших расчетов выступили ракеты-мишени, имитирующие современные средства воздушного нападения. Несмотря на сложную воздушную обстановку, в зоне ответственности нашего полка личный состав дежурных боевых расчетов уничтожил все воздушные цели, тем самым подтвердив еще раз свой высокий профессионализм и воинское мастерство. Техника в своей жизни, с момента существования 1989 года, ни разу не производила боевые пуски. В этом году ей удостоилось совершить впервые боевые пуски. Достойно были захвачены все цели и пущены четыре ракеты. Все ракеты попали точно в цель. Личный состав показал очень большой профессионализм и уверенность в исполнении своих служебных обязанностей. Техника не подвела, достойно исполнила свои предназначения. Как говорится, в гостях хорошо. Однако за две непростые недели военнослужащие успели соскучиться по родине и близким. На станции Брест-Восточный в торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так сегодня встречали эшелон с военной техникой и нашими брестскими военными. Очень было переживательно, волнительно. За поездку в самолете и так далеко уезжали. Все прошло стабильно, спокойно. Волнения, конечно, присутствовали. Отстрелялись. Слава Богу, все хорошо. Вернулись. Очень рады встретить. Несмотря на все сложности, белорусские военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи на российском полигоне «Шулук». И это неудивительно. Ведь девиз брестских зенитчиков таков – идти вперед и добиваться большего. Продолжение следует...